Перед тем, как начать, обезопась себя от наказания Аллаха, сделай одну вещь. Перестань осуждать и обсуждать людей. Перестань идти на поводу своего навса, который пытается возвыситься на фоне ошибок других людей. Стань слепым по отношению к недостаткам других. Частенько сёстры могут обсуждать других сестёр за то, что их хиджаб не такой, как у них. Или братья могут обсуждать другого брата за отсутствие или присутствие бороды, за недостаточно короткий изар. Люди чувствуют своё превосходство над другими, но это такой самообман и глупость. Если кто-то был замечен в том, что публично совершает противоречащее исламудействие, нужно подойти и указать на это. Но нужно это сделать красиво и мягко. Посланник Аллаха, отправляя кого-то для выполнения того или иного дела, говорил «Радуйте людей благой вестью и не отпугивайте, облегчайте и не усложняйте». Я хочу рассказать одну историю. Был один праведник. В одной из ночей он лёг спать после ночного намаза и увидел во сне пророка, алейиссаляту вассалям. И посланник Аллаха, алейиссаляту вассалям, сказал ему «О, имам, скажи своему соседу, что он будет моим соседом в раю». Тот праведник был удивлён, так как тот был обычным мусульманином, который никак не выделялся усердным поклонением, либо большим количеством садака. Он был простым уличным торговцем. Он сказал, что он совершил такого, что заслужил не просто рай, а соседство с пророком, миром и благословением Аллаха. Он пребывал в сомнении и не стал рассказывать ему. На второй день ему приснился тот же сон. На третий день всё повторилось. И он рассказал ему «О, мой сосед, я три дня подряд видел во сне пророка, миром и благословении, и он передал тебе, что ты будешь его соседом в раю. Что ты совершил такого, чтобы это заслужить?» Он ответил «Я женился на молодой и красивой женщине. Её отец был известным и уважаемым в обществе человеком. Первую брачную ночь она села на кровать и начала плакать. Я подумал, что она плачет от стеснения и сказал ей не волноваться, и что мы сначала привыкнем к друг другу». Однако она ответила «Не это является причиной моих слёз. Я совершила прелюбодеяние и забеременела. Я не знал, что мне делать дальше. Если я раскрою и разоблачу её, то это распространится по всему городу, и о её грехе узнают все, она и её семья будут опозорены. Её уважаемый отец больше не будет уважаемым». И я решил скрыть её грех, и простил её, и взглянул на свои грехи. Я просил Аллаха, чтобы он простил мне мои грехи. И наступил день её родов, и она родила прекрасного маленького мальчика. Я сказал его передать мне, и что я ей его верну. Я взял его с собой на утренний намаз в мечеть, и намеренно зашёл туда позже всех, и положил его в мечети, и сам направился в сторону Джамаата. И когда все начали выходить, то некоторые заметили малыша и начали кричать, «Астагфираллах, кто-то бросил ребёнка, кто-то оставил своего ребёнка». И когда я это услышал, я подпрыгнул и подошёл туда, и сказал, «Субханаллах, моя жена всегда хотела воспитать сироту, она всегда хотела взять на своё попечение ребёнка, оставшегося без родителей. Дайте его нам, мы будем о нём заботиться». Я забрал его и принёс обратно домой, и я сказал ей, «Я никогда не расскажу твою тайну никому. Я лишь хочу, чтобы Аллах простил меня и вознаградил меня соседством со своим посланником». Дорогие братья и сёстры, скрывайте чужие грехи, как бы вы хотели, чтобы скрыли ваши. Быть может, Аллах простит вас и вознаградит вас так, как вознаградил соседа того праведника. Итак, условия конкурса просты. Перейти на наш телеграм-канал, подписаться и нажать кнопку «Участвую». Субтитры создавал DimaTorzok